11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. 29 марта. Сегодня последний четверг первого весеннего месяца, хотя вот по погоде. Ну, далеко еще не весна. Знаешь, есть у известного питерского рок-музыканта такая композиция, там есть строчки, но он поет о гастролях рок-музыканта по стране, вот там есть такие строчки. Хмурое утро, северный край, здесь все еще снег, хотя уже май. Мне не хотелось бы, чтобы это пророчеством каким-то оказалось. Вот так вот. Ну, давайте пару слов о втором часе. Накануне стало известно о том, что в Госдуме будет разработан законопроект, который запретит нам с вами, наши соотечественники, работать по совместительству, то есть в нескольких местах. В первую очередь автор законопроекта руководствуется тем, что такая интенсивная трудовая деятельность вредит нашему здоровью, в том числе психическому. Обсудим, обсудим во втором часе. Вот чего оказывается. Ну, надо же. Ладно, мы обсудим и будем ждать звонков от наших слушателей. А пока по этой теме есть опрос на сайте hakiro.ru и в нашей группе ВКонтакте. Мы вас спрашиваем, есть ли среди ваших родственников, друзей, те, кто работают в нескольких местах, есть? Нет? Я сам такой или такая. Заходите, голосуйте. Поговорим обо всем этом во втором часе. А в первом мы обратимся к резолюции Общественной палаты Кировской области по итогам гражданского форума, который прошел в прошлом году, в ноябре месяце. Я, конечно, слегка задержалась в произнесении дат, потому что вчера на пленарном заседании Общественной палаты было принято решение в этом году провести гражданский форум в октябре, в связи с тем, что будет меняться состав Общественной палаты, и так, чтобы оба состава были все-таки задействованы, гражданский форум октябрьский будет в этом году. Ну вот, смотрите, 23-25 ноября прошел гражданский форум, и только 12 марта мы получили резолюцию, она достаточно обширная, на 16 страницах. Мы хотим понять, к чему пришли общественники, к кому и с чем обращаются в итоге, какие действенные, возможно, меры будут приняты, или к кому не направлены эти предложения. И в связи с этим у нас в студии Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Миша, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ты был одним из модераторов секции инициативного бюджетирования проектирования общественных пространств на гражданском форуме 2017 года. Ну, а по телефону мы также будем общаться с людьми, которые были модераторами различных секций. Прежде всего, мы хотели бы поговорить с Александром Галицких, секретарем общественной палаты. Наша редактор Анна Лапшина пишет о том, что она звонит сейчас Александру Александровичу, но пока безрезультатно. Но надеемся. Договоренность с ним была. Да. Ну, смотрите. Гражданский форум 2017 года, он был посвящен наставничеству, а гражданский форум 2018 года будет посвящен добровольничеству. В связи с тем, что год у нас 2018, да? Год волонтерства. Добровольцев. Даже не волонтерам. И волонтерам. Добровольцам. Добровольничеству. Наставничество – это тоже такое добровольничество. Так что я думаю, что это будет продолжение форума 2017. Но, собственно говоря, резолюция действительно большая, и много чего тут было рекомендовано, и мы сегодня поэтому пройдемся по этим пунктам. И, в частности, что касается инициативного бюджетирования, проектирования общественных пространств, так вот в целом называлась секция, в которой участвовал Михаил Шевелев, присутствующий здесь в студии, я вот по вашей секции, Миша, вижу два пункта. Они такие. Общие. Внимание к вопросам качества и планирования местных проектов. Бла-бла-бла. Провести на общественной палате Кировской области, провести на своей площадке совместное заседание общественных советов при Министерстве финансов, соцразвития и внутренней информационной политике по теме инициативного бюджетирования. Итак, я прошу прощения, у нас Александр Александрович на подходе. Михаил, ничего, пообщаемся? Конечно, да, раз уже позвонились. Общернем общественной палаты Кировской области. Александр Галецкий в нашем эфире, секретарь общественной палаты нашего региона. Александр Александрович, добрый день. Добрый день, Владимир. Светлана и Михаил Шевелев. И добрый день, Светлана. Михаил Шевелев у нас еще в студии. Александр Александрович, расскажите нам, пожалуйста, вообще, какое значение и какое влияние и на какие процессы имеет резолюция общественной палаты Кировской области? Ну, вы понимаете, что резолюция гражданского форума носит, конечно, рекомендательный характер. Для органов власти, для НКО, для гражданского общества в целом. Да, рекомендательный характер. По опыту прошлых лет, все-таки, мы можем сделать какие-то выводы, насколько эти рекомендации... Да, конечно, мы можем сказать, что ко многим рекомендациям гражданского форума прислушивается власть. Пытается скоординировать свои действия по тем направлениям, которые, так сказать, в резолюции есть форума. А давайте конкретизируем и напомним, а кому именно, собственно, эти рекомендации обращены. Ну, там ряд рекомендаций правительству Кировской области обращено, ряд отдельным министерствам Кировской области. Ну, сложность в том, что очень много было секций, и мы же резолюцию делаем по предложениям секций, по их рекомендациям. И вот это так затягивает процесс. Я должен сказать, что, к сожалению, треть примерно секций гражданского форума так и не подала предложение в резолюцию вообще. То есть документ мог бы быть еще больше? Мог бы быть, конечно, да. А свидетельствует ли это о том, что треть площадок, которые на гражданском форуме работали, они так собрались поговорить без всяких выводов и предложений? Ну, так нехорошую сейчас вещь скажу, но мне кажется, что иногда люди собираются только для того, чтобы а пообщаться, а поговорить. А в итоге в сухом остатке какие-то предложения конкретные, совершенно, так сказать, к власти обращенные, их не оказывается. Какие у нас запали, так сказать, площадки? По каким темам не отражено резолюции итоги? Не буду называть эти площадки, потому что люди отработали, там они обсуждали проблемы и прочее все. Но вот довести до ума дело не могли. То есть поговорить собрались, замечательно, все прекрасно. А вот что-то выработать в итоге, рекомендации какие-то, как продвинуть это дело вперед, к сожалению, не смогли. Тогда какие площадки наиболее ярко выступили и существенное что-то предложили? Ну, это площадки, конечно, по НКО, которые у нас, по взаимодействию НКО и с властными структурами. Очень хорошо выступила площадка по семейному обучению и воспитанию. Вот, так, сейчас еще вспоминаю. У нас Наталья Катаева как раз-таки планируется в эфире, да? Да, 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 да. Наташа Катаева молодец, конечно, член общественной палаты. Ее проблема ТОСов, так сказать, она прозвучала все, и рекомендации даны определенные. Ну, вот так, на вскидку. То, что запомнилось, то, видимо, и было самым ярким. Сейчас резолюция опубликована, и она ушла по направлению правительства. Я вижу, что есть обращение к ОЗС, причем там на уровне предложения изменений законодательства. И хотелось бы понять, в какие сроки обычно рассматриваются эти предложения и когда отклик возникает? Ну, я думаю, что обычно 2-3 месяца проходит, вот, особенно по законодательству, по изменению, это серьезные вещи, так сказать. Но надеемся, что прислушаются к нашим мнениям. А как, собственно, это происходит? Там чиновники собираются, вот смотрите. Почему чиновники? В ОЗС депутаты собираются. А, в ОЗС чиновники, да. То есть, вот смотрите, нам поступил документ из Общественной палаты, нам рекомендуют сделать то-то и то-то, и они, собственно, коллективно это все обсуждают, да? Да, конечно. На комитетах сначала, а потом на пленарке, если это необходимо. Потом вы знаете, что в Общественной палате есть право законодательной инициативы. Да. А, кстати, кем готовился непосредственно этот документ, Александр Александрович? Ну, конечно, сбор документа делал аппарат Общественной палаты. Конечно, время затянулось именно потому, что, так сказать, очень долго модераторы секции формулировали все эти рекомендации и предложения. Но в итоге мы все это рассмотрели на Совете Общественной палаты и утвердили общий текст резолюции на Совете. Спасибо, Александр Галецкий, секретарь Общественной палаты Кировской области, был с нами на связи. Но если мы с вами... Давайте сразу отсечем так законодательную инициативу, мы ее просто озвучим и поймем, что ушло в Законодательное собрание Кировской области. К собранию Кировской области выступит законодательной инициативой в Госдуму Российской Федерации о внесении изменений в федеральный закон об аудиторской деятельности в части установления критерия исключения практики, когда в некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда вынуждены проводить процедуру обязательного аудита, стоимость которого сопоставима с объемом привлеченного целевого финансирования. Это такая сложная очень тема, мне вообще никак непонятная, требующая отдельного обсуждения. Шевелев может объяснить, потому что он сам аудитор, но мы, наверное, все-таки сегодня по вашей секции, Миш, пройдемся после короткого перерыва. Продолжаем наше общение. Обсуждаем мы сегодня резолюцию Общественной палаты Кировской области по итогам гражданского форума 2017, который прошел в ноябре еще прошлого года. У нас в студии Михаил Шевелев, один из модераторов, собственно, секции инициативное бюджетирование, проектирование общественных пространств на этом гражданском форуме и руководитель офиса консультантов инициативного бюджетирования. Вот сейчас мы послушали Александра Александровича, секретаря УПКО. Ну, вот такая форма, вот такие пути, вот такая стратегия работы. А вот я хочу задать вопрос недавно, инициированный Общественной палатой Российской Федерации. Может быть, что-то не так, Михаил? Что-то не так? Ну, на самом деле, Александр Александрович очень опытный, скажем так, чиновник, человек, который догладывает определенную позицию и так далее. Но я могу сказать следующее. По крайней мере, то, что у меня осталось как у руководителя. Первое. На итоговом заседании после форума были установлены четкие сроки, когда нужно было сдать резолюцию. То есть это было примерно, давалась неделя. В принципе, мы, насколько я помню, 25-го числа закончился форум, то мы 27-го выслали итоговую резолюцию, собственно говоря, уже в аппарат палаты. Это первое. Это по своей площадке вот этой, да? Да, я только по своей площадке, как бы, говорю. Второй момент. Это то, что каждая площадка, она, по сути, записывалась. То есть там была аудиозапись, и можно было прослушать. Ну, не то, что там организатор, там, он написал, там, да, от себя. Поговорили про одно, резолюция ушла про другое. Так, на самом деле, наверное, бывает и, наверное, может быть. Потому что я на других площадках присутствовал, я не видел, чтобы там часто голосовали за резолюцию, там, ну, или еще какие-то такие формальные процедуры, которые, на самом деле, повышают некую ответственность за результат. Вот. И могу сказать, что, ну, меня-то несколько удивило то, что, например, из нашей резолюции была принята только часть фраз, ну, часть, собственно говоря, рекомендаций, которые мы, на самом деле, предоставляли. Потому что достаточно большая часть, ну, нашего круглого стола, который проходил на форуме, она посвящалась, ну, скажем, более такому понятному и прозрачному взаимодействию между обществом и властью. И это было связано, прежде всего, с проработкой и, ну, скажем так, с выработкой закона об инициативном бюджетировании, кстати, которым занимается палата. И наши консультанты участвуют в рабочей группе, да. И мы знаем сложности, связанные с принятием этого закона. И вот, на мой взгляд, видимо, мы, естественно, и в резолюцию включили, в общем-то, первым пунктом о том, что необходимо эту работу продолжить, необходимо ее инициировать, учесть там все замечания. И, собственно говоря, к февралю месяцу нужно было, ну, то есть просили и там, рекомендовали представить в ОЗС на то, чтобы прошло первое чтение, рассмотрение. Это очень важно. Я не зря зачитала, что в резолюции ЗАГС собранию направлено только одно предложение, и инициативного бюджетирования оно не касается. Давайте все-таки поясним, почему мы заостряем вопрос именно на этой теме. Потому что в течение всего прошлого года мы делали не единожды эфиры и собирались, когда на круглых столах с губернатором тоже задавали этот вопрос. Евгений Дрогов, тоже член Офиса по инициативному бюджетированию. Чтобы просто было людям понять, о чем речь идет, ППМИ, проект поддержки местных инициатив, как образец, как понятная история для нас, что это такое, часть инициативного бюджетирования, вызывала тревогу, потому что непонятно было, будут ли выделяться правительством деньги на продолжение реализации этого проекта, и до сих пор не ясно тоже. То есть мы знаем, что в 2018 году реализовываться проект будет, а что с ним дальше будет, и каково отношение правительства и ОЗС к этому направлению, вообще не ясно. И у меня еще закладывается в последнее время такое, знаешь, опасение, Миш, что с развитием замечательного совершенно проекта, я считаю, что инициатива хорошая по благоустройству городской среды, на которой идут федеральные деньги, может возникнуть такая ситуация, у меня есть такое опасение, что в конце концов правительство, имея в виду наш бюджет, скажет, друзья, у нас есть федеральная программа по благоустройству городской среды, у нас есть федеральная программа по ремонту дорог, зачем вам ППМИ? Вы и так ППМИ тратите, опять же, на дворы и на дороги, на маленькие кусочки. Вот есть федеральные деньги, давайте сэкономим. Вот это опасение сидит внутри, и никто четкий ответ не дает ни в правительстве, ни в ОЗС, насколько для правительства Кировской области этот проект важен, проект развития инициативного бюджетирования ППМИ в регионе. Будут ли выделяться деньги, на какой период? То есть каждый год встает этот вопрос, и никто не уверен. Мы об этом говорили здесь, это демотивирующий очень сильный фактор, потому что люди не понимают, на что они могут рассчитывать, как они могут планировать. Будет, не будет. Это демотиватор. И в итоге, значит, мы видим в резолюции гражданского форума, который касается как раз этой сферы, еще раз, ППМИ и инициативное бюджетирование. Это те форумы, которые мы используем для того, чтобы как раз гражданственность пробудить, пробудить ощущение того, что ты хозяин своей территории. Есть два пункта, которые я уже зачитала, но их имеет смысл снова озвучить. Это обратить внимание на вопросы качества планирования местных проектов, как будто вы раньше не обращали внимания на вопросы эти, но они такие вот, да. И второе, провести заседание общественных советов при Минфине, при Минсоцразвитии и внутренней информационной политике. Но надо пояснить, почему вот эти три министерства вы просили собрать на одной площадке, потому что у нас такая ситуация в регионе, что проекты местных инициатив, местного инициативного бюджетирования разбиты между тремя министерствами. У нас нет единого центра сборки в этом смысле. У нас до сих пор нет единой площадки, электронной, например, которая отражала бы вот эти проекты, возможности, которыми мы можем воспользоваться. И у вас, я так понимаю, была такая попытка каким-то образом объединить усилия трех министерств и работать через понятный и понятный созданный центр специалистов по инициативному бюджетированию. Вот, Светлана, недавно где-то завершилось исследование, ну я, по крайней мере, по линии нашего проекта федерального, скажем, уровня по инициативному бюджетированию сужу, было подсчитано, что муниципалитеты регулируются 239 нормативными актами. Понятно, что это избыточное абсолютно регламентирование, при том, что денег у муниципалитетов нет. То есть именно как бы зажимание некое такое бюджетное позволяет муниципалитетами управлять и, в принципе, не позволяет нам говорить о том, что это реальное местное самоуправление. Эти все факты, они... Ах, паника небольшая. Ничего, ничего. Все хорошо. 239 пунктов. Вы должны вот это все, да? Да. Вы должны это все делать. И применительно к проектам инициативного бюджетирования тоже говорится о том, что есть три отраслевых министерства, которые диктуют свои условия, а муниципалитет-то на самом деле живет по своим правилам. Он живет по своему уставу, и он, по сути-то, если бы он жил по своему уставу честно и в рамках бюджетного законодательства, он бы имел возможность, собственно говоря, выбирать между тем, что ему предлагается. И управляя своей территорией, он бы просто использовал механизмы и возможности. Сейчас такого нет. Отвечая, кстати, на вопрос, ну, что не будет ли, скажем так, отменен ППМИ и там комфортная городская среда его не заменит, я думаю, что этого не должно произойти просто потому, что комфортная городская среда, она все-таки сосредоточена на городах. Ну, сейчас еще на малых городах, там, исторических поселениях. ППМИ — это в большой части, ну, такая деревенская история, это в большой части история небольших городов. То, что может произойти перераспределение ресурсов, вот это, скорее всего, произойдет. И мы, по крайней мере, это обсуждали там в Министерстве социального развития. То есть, города в федеральную программу, там, возможно, запихнут полностью, а сельская местность ППМИ, ну, и, соответственно, сумма ППМИ может быть уменьшена во много-много раз. Но самое-то главное, знаете, в чем? Вот сейчас, если взять две дворовые территории, которые сделаны в рамках ППМИ и в рамках комфортной городской среды, мы увидим одну простую вещь. В рамках ППМИ территория сделана лучше, качественнее, добротнее, продуманнее. Это практически всегда, практически в 100% случаях так. И в данном случае жители многие, они говорят о том, что мы свою копейку лучше вложим, но получим то, что нам надо. Нежели мы, ну, насильно нас облагодействуют, но мы числевыми-то не станем, потому что здесь там бордюры неровно уложены, здесь там сделан тротуар не так, здесь ливневка неправильно сделана, и, соответственно, вода у подъездах на новом асфальте стоит и так далее. И на самом-то деле, когда мы говорим про вот эту вот там резолюцию, она неудобная. Я понимаю очень, как бы, скажем так, общественную палату, при том, что я не совсем понял, эта рекомендация была прежде всего в общественной палате. То есть продолжать эту работу и довести начатое до конца. И когда мы говорили про это, мы в первую очередь хотели добиться того, чтобы власть не то, чтобы поступала как удобно или неудобно, ведь нам говорится-то о том, что мы все равно деньги выделяем, мы это все равно делаем, мы все равно это как-то продолжим делать. Но решение мы приняем потом, а потом мы, может быть, что-то пересмотрим, а потом мы цифру как-то изменим. И мы договорили о том, что давайте вот без этих потом, вы все равно принимайте, давайте мы точку поставим и будем действовать по закону, по прозрачному, по тем условиям, которые, собственно говоря, существуют. А власть говорит, нет, вы знаете, у нас бюджет очень сложный, мы лучше оставим все как есть. И это все затягивает вот в эту, ну, такую, скажем так, неопределенность, непрозрачность и больше удобства для власти, нежели больше удобства для нас. И вот этот вот принцип, ну, такого, как бы, скажем, удобства для власти, принцип, ну, желания развиваться, что ли, по пути наименьшего там сопротивления, он нами не спаривался, по большому счету, если там аудиозаписи прослушать, мы про это говорили. Все, в общем-то, согласны, но практически это для власти неудобно. И мы поэтому и вынесли это на первый пункт в резолюцию, чтобы это, в общем-то, каким-то образом было хотя бы заметно. Ну, не увидев этого, я понимаю, что, наверное, это, в общем-то, неудобно, с учетом, возможно, там, всех там, выборных историй, там, трагедий, которые происходят. Может быть, это вообще сейчас уйдет там в какой-то там конец, который, ну, не знаю, выйдет оттуда и не выйдет. Хотя я считаю, что именно вот такие, что ли, мероприятия, именно эта резолюция, она должна быть неким флагманом для гражданского общества, который не просто формально через 4 месяца появляется, а который, появившись, требует определенного там общественного резонанса, обсуждения и выводов на основании этого. Там появилась 12-го числа эта резолюция, и никакого общественного обсуждения нет, ну, 4 месяца до ее появления. 12-го она опубликована на сайте Общественной палаты Кировской области, и если бы не подсунули эту самую резолюцию, там, люди, которые были заинтересованы посмотреть, есть там, нет там, пункт, за который они боролись, то вряд ли о ней вообще кто-то бы заговорил. Вот вопрос, ну, вчера на пленарке тоже резолюцию не обсуждали, итогов гражданского форума, к чему мы пришли. На пленарке ОПКО. Да, Общественной палаты Кировской области. И поэтому, я так понимаю, у тебя ощущение, что вот эта резолюция носит формальный совершенно характер, непонятно, как она будет отрабатываться. Ну, я, честно говоря, для себя делаю определенные выводы. То есть, на следующий гражданский форум смысла мне нет. Ну, в принципе, как бы работа общественников, волонтеров, наставников, добровольцев, скажем, да, она, во-первых, не оплачивается, но если она даже не услышивается, ну, скажем так, да, немножко по-народному, то какой у меня смысл? То есть, я все больше и больше начинаю скукоживаться, ну, в рамках, там, тех, кто мне близок, дорог, там, с кем я действительно могу работать. Я могу вообще не разговаривать с властью, в принципе. А как же поговорка «вода камень точит»? Вот. Ну, вода, как бы, я сейчас скажу. Может, может, сочить камень где-нибудь еще, потому что как раз члены офиса инициативного бюджетирования, они работают сейчас очень активно по всей стране и даже в близком зарубежье, но не в Кировской области, которая до сих пор считалась ядром таким очень мощным, показательной территории, где работает инициативное бюджетирование. Прервемся сейчас на короткий перерыв. Мы будем подключать и других участников форума и спросим, у них какие ощущения, такие же ли, такое же ли разочарование или нет. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы обсуждаем итоги, как ни странно, итоги форума, гражданского форума 2017, потому что 12 числа была опубликована резолюция этого форума, вы можете с ней ознакомиться на сайте общественной палаты Кировской области. Вот 12 число уже давным-давно прошло, две недели уже прошло, и пока что какого-то активного обсуждения результата не было. Мы начинаем это обсуждение, я думаю, что еще и продолжим, потому что нужно следить, как вообще этот гражданский форум со своими резолюциями сказывается на развитии гражданского общества и взаимодействии его с властью. У нас на связи сейчас Наталья Катаева, один из модераторов секции «Семья как социальный фундамент наставничества». Напоминаем, что гражданский форум 2017 был посвящен наставничеству, но Наталья Алексеевна еще большой специалист по работе ТОСов, что перекликается с инициативным бюджетированием. Так или иначе, Наталья Алексеевна, добрый день. Добрый день. Наталья Алексеевна, мы здесь с Михаилом Шевелевым находимся, Сан Саныч Галецкий к нам уже подключался, видим в резолюции итоговые предложения по вашей секции. Я сегодня вроде скептика выступаю, сразу предупреждаю. И вижу, что в резолюции вашей тоже такая достаточно опытная, достаточно общие такие фразы, ничего какого-то там прорывного и там конкретного по изменению ничего нет, потому что всем понятно, что необходимо включать детей и взрослых в социально значимую деятельность, поддерживать инициативу на местах, важно оказывать поддержку нормальной семье, в кавычках взятых почему-то. Необходимо интегрировать усилия всех воспитательных институтов, социума для оказания содействия семье, смиристи широкую пропаганду семейных ценностей. Ну вот ничего такого не сказано. А вот самое главное вы как раз упустили. Значит, вот смотрите, если мы сегодня, вы говорите, нормальную семью, мы всегда говорим о наставничестве, подразумевая, что кто-то должен опекать семью. Мы говорим о том, что семья должна стать вот тем изначальным рычагом, который наоборот будет другим давать стимул для совершенствования. И вот мини-гранты, которые мы как раз и говорим, включение в деятельность, не просто это мы сказали и забыли, а вот сейчас стартовал городской конкурс по поддержке общественных инициатив местного сообщества. И как раз наш фонд, Вятская Соборность, будет выступать и предлагать новое для семей. Это проведение конкурса мини-грантов. Чтобы любая инициатива в год добровольчества, семейная, инициативных групп по месту жительства, здесь совершенно не нужно создавать юрлица. Но именно маленькими делами, которые реально мы можем улучшить качество своей территории, включить свою семью в эту деятельность. Поэтому я думаю, что вот это вот то, что в резолюции было ключевое, это сегодня малые гранты для всех жителей, которые хотели бы что-то изменить на своей территории. Провести мероприятия для детей, для соседей, для ветеранов, для маломобильных групп населения. Вы знаете, вот мы иногда говорим ТОСы и подразумеваем только благоустройство территории. А ведь это сегодня создание семейно-соседских общин. Когда мы научимся помогать друг другу, когда к соседке можно прийти за солью, когда можно друг другу помочь. Мы сегодня отправляем кучу машин гуманитарной помощи, и мы не знаем, кто живет рядом с нами. И вот пользуясь случаем, хочу сказать, что как раз 13 апреля, это день мецената и благотворителя, и каждый из нас, каждая семья может себя почувствовать вот таким вязким меценатом, вкладывая хоть чуточку своего интеллекта, физического, материального или любого какого-то ресурса в то, чтобы кому-то помочь, кто рядом, в реальную помощь. Вот фактически мы об этом более детально говорили на нашей секции, и это говорила не я, а люди, которые пришли на эту секцию. Поэтому я думаю, что вот в период с 1 июня до 30 сентября, я думаю, что кейс таких добрых практик наших семей пополнит год волонтера в нашем городе. Я думаю, что эти практики будут успешны. Наталья Алексеевна, пункт первый. Необходимо включать детей и взрослых в социальную значимую деятельность, поддерживать инициативу на местах. Вы сейчас подробно объяснили. И в скобках конкурсы мини-грантов. Мы должны понять, кто этот конкурс организует, откуда выделяются деньги, когда будут собираться. Это городской конкурс. Городской конкурс «Время Созидателя». И он был инициирован после форума. Инициативно граждан, который прошел в августе, городской форум ТОС. И в рамках этого конкурса есть несколько номинаций, в том числе и гражданская инициатива. И вот я как раз говорила о том, что фонд, который я возглавляю, городская соборность, он как раз и будет заявляться в этой номинации на конкурс мини-грантов для наших семей и инициативных групп по месту жительства. То есть вы будете заявляться на городской конкурс. Если вы его выиграете, то уже свой конкурс будете проводить, где семьи активные смогут поучаствовать, получить мини-гранты. Да, конечно. А если мы даже не выиграем, то мы будем привлекать неравнодушно граждан и спонсоров к тому, чтобы все-таки создать определенный грантовый фонд и провести этот конкурс. Потому что наш фонд на этом специализируется. Мы уже проводили такое и достаточно успешно. И людей сам малую инициативу. Понимаете, ведь иногда огромные грантовые конкурсы, там президентские гранты, это сложные заявки. А здесь маленькое доброе дело. Мы в школе социальных инициатив обучим начинающих не побояться сделать первый шаг. Да, у нас просто очень мало времени. Еще один вопрос. Все, что делается на конкурсе, направлено на то, чтобы люди слышали друг друга. Не только соседи, но и власти, и гражданское общество работали вместе. Вот поддержка конкретно ваших предложений с конкурсов мини-грантов была как-то обозначена властями, которые присутствовали на форуме? Да, вы знаете, я хочу сказать, что именно буквально позавчера у нас состоялась встреча с главой города, с Еленой Васильевной Ковалевой, которая вот очень поддержала эту идею мини-грантов на старт, вот такой мини-старт для всех инициатив в год добровольчества. Поэтому вот такая поддержка и депутатского корпуса, и администрации города, властей, она очень ощутима. Все, мы поняли. Наталья Алексеевна, договоримся с вами об отдельной программе, где подробно про конкурс расскажем. Спасибо. С удовольствием. Тем более, что есть пункт об активном освещении в СМИ, собственно, чем мы и занимаемся постоянно. У нас еще один будет звонок Михаилу Курашуну, который в рамках этого гражданского форума моделировал еще одну секцию. Да, общественная дипломатия в Кировской области, опыт и перспектива. А пока вернемся к Михаилу Шевелеву. Миш, ну вот я все-таки возвращаюсь к пункту 2, потому что он и вашей резолюции, потому что он был очень важен. Вам хотелось собрать на одной площадке все три министерства, которые курируют инициативное бюджетирование, ППМИ и так далее. И чего? Ведь не только через гражданский форум вы обращались с этой инициативой. Мы на самом деле получаем отклик от двух министерств и получаем его регулярно. Каких? Это от Министерства социального развития в первую очередь и от Министерства финансов Кировской области. Это те министерства, которые решили реализовывать свои проекты давно, достаточно самостоятельно и имея свои определенные цели. А какие проекты курирует Министерство внутренней информационной политики? На сегодняшний день это самообложение, то есть это вопросы проведения референдумов. То, что активно очень развито в Татарстане. Это может быть отдельной темой, потому что я не думаю, что это развито в Татарстане. Но это в Татарстане работает как инструмент. То есть деньги там собирают кто и как собирает, какие люди приходят, голосуют, и как это работает, это, мне кажется, отдельная совершенно тема. У нас она немножко работает все-таки по-другому. Почему ты не назвал это министерство в числе тех, кто активно с вами сотрудничает? Ну, потому что в данном случае министерство, оно с нами практически не взаимодействует по реализации вопросов самообложения, то есть это свои вопросы внутренней информационной политики. Мы взаимодействуем с ССМО, то есть Ассоциация союз муниципальных образований Кировской области. Они тоже как-то взаимодействуют с Министерством внутренней политики. Но на самом деле это не важно. Есть еще одно министерство, Министерство строительства. И оно в данном случае тоже должно войти в пул министерств, которые реализуют проекты инициативного бюджетирования. На одной площадке. И пока что этого не происходит. У нас есть на связи Михаил Курашин, модератор секции общественной дипломатии Кировской области. Опыт в перспективе. Михаил Вячеславович, добрый день. День добрый. Добрый день. Знаем, что вы находитесь сейчас в Приморье. Да. Михаил, довольны ли вы теми пунктами, которые вошли в итогу резолюцию форума с вашей площадки? Ну, на самом деле мы достаточно долго проговаривали эти пункты. И каждый из этих пунктов, на самом деле, был, скажем так, выстрадан. Но, может быть, как раз поэтому мы чуть-чуть и превысили в пунктах свои ожидания. Что вы имеете в виду? Чересчур понадеялись. Что вы имеете в виду? Да, черезчур понадеялись. Ну, на самом деле, тема общественной дипломатии, тема с точки зрения темы для диалога власти и общества, это тема новая для Кировской области. Вот. И поэтому, несмотря на то, что вроде как диалог состоялся, и очень приятно, что в этом диалоге принимали участие и наши министерства, и наш МИД, с точки зрения исполнения резолюции, ну, следует, наверное, признать, что она ни по одному пункту выполнена, не было. То как. Ну, и времени, собственно, уже нет для того, чтобы двигаться в этом позитивном направлении. Ну, с точки зрения стратегического развития, конечно, время есть. Но с точки зрения, вот, скажем так, объединения усилий и выработки планов совместных действий, будем продолжать пытаться, но, опять же, пока есть некое разочарование. А разочарование, оно все-таки с чем связано, и кто виноват в том, что мы медленно, если вообще двигаемся в этом направлении? Я бы, наверное, говорил о том, что все-таки в большей мере разочарование именно в общественниках. Потому что основной призыв был активизироваться в направлении общественной дипломатии нашим общественникам. И это бы, на мой взгляд, подстегнуло уже нашу региональную власть с точки зрения тех предложений, которые были в резолюции. Но повышение активности у общественников не произошло. Это видно и в том числе по заявкам по этому направлению в рамках конкуса президентских грантов. От нас опять нет заявок. Ни одной заявки нет. Возвращайтесь к нам. Мы с вами сделаем отдельный эфир. Как только из Приморья Михаил Курашин вернется, мы встретимся здесь в этой студии и поподробнее поговорим о том, как развивается общественная дипломатия на других территориях Российской Федерации. Это первый такой камешек. Первый круг пошел по воде. Мы говорим об итоговой резолюции Общественной палаты Кировской области по итогам гражданского форума 2017. Пока мы видим очень позитивные настрои Натальи Катаевой. Семья как социальный фундамент на стадничество. Это была ее секция. Здесь Наталья Ксена такой двигатель мощный. Разочарование Михаила Курашина и разочарование Михаила Шевелева мы сегодня тоже услышали. Но подробности следует разбирать отдельными программами, что мы и сделаем в ближайшее время. Спасибо. Прощаемся до следующего часа. Михаил Шевелев. До свидания. До свидания.